Как вы правильно сказали, что вы совсем не дурак, а вы человек очень умный. Есть ли у вас внутренние ощущения, как вы можете оценить сегодня стабильность России? А что России стабильность? Насколько Россия сегодня стабильная страна? Насколько общество чувствует себя комфортно или дискомфортно? Если вы имеете в виду в среднесрочной перспективе, то мы с вами начали разговор с того, что непонятно, что случится в футбольной индустрии, спортивной, например, она казалась, если неустойчивой, то во всяком случае понятно, куда развивающейся. Нынешние мировые испытания, я думаю, пока не будет еще ни один престол, ни одно президентское кресло. Но в России сейчас, по моим представлениям, есть такой, может быть, отчасти тревожный, но очень-очень явственный привкус более серьезной свободы, чем прежде. Просто потому, что недовольство, оно очень здорово накопилось. А недовольство – это составная часть свободы. Если ты можешь его выказывать, не беспокоясь за свое ближайшее и дальнейшее будущее, или просто чувствуя, что это на что-то может повлиять, ну, это, наверное, составная часть. Если не свобода как устройство общества, то, по крайней мере, внутренняя свобода человека. Но я не питаю по этому поводу особенных иллюзий. Потому, что чем сильнее и крепче недовольство действующей властью, тем резче она может рухнуть. Во-первых, это может быть небезопасно. А во-вторых, в такой ситуации совершенно непонятно, кто эту власть может подхватить. Поэтому, ну, черт его знает. Я не думаю, что Россия стабильная страна. Стабильная. Ну, давайте спровоцируем на человека. Кто стабилен? У кого, наверное, есть некий запас средств. Кто более-менее здоров. У кого упорядоченный уклад жизни какой-то. Все это называется стабильностью. Про Россию это очень сложно сказать. Сегодня ты богатый, уважаемый человек. А завтра выясняется, что ты вор. И сажают тебя точно такие же воры. Просто потому, что кто-то оказался проворнее, чем ты. Это такое лицемерное устройство общества, безусловно. Потому, что, получается, одним можно, а другим нельзя. А на самом деле, делали то, что должно быть всем можно и никому нельзя. Просто есть законы, которые довольно разнообразны. Наверное, стабильная большинство общества, которое построено на законности. Но оно же, опять-таки, является инертным. Как американское, например. У всего есть свои отзывы. Я предпочел бы жить в стабильном инертном обществе, да. А, кстати, почему? У вас же была возможность уехать. Почему вы не уехали? У меня? Куда же вы поедете? Ну, вы же человек не бедный. Я не бедный. Наверняка с английским. Наверняка вы можете работать, я не знаю, заниматься журналистикой и в Соединенных Штатах Америки или в Европе. Вы знаете, во-первых, есть... Наверное, начнем с того, что у меня очень размытая профессия. Мне доводилось заниматься разными вещами в жизни. Во-первых. То есть, делал не только в журналистике. Во-вторых, вы привлечите мой английский. И по-английски я с трудом читаю. В-третьих, как будто ни было, но я привязан к языку. Это уж не говоря о том, что просто я, признаться, никогда не применял к себе отъезд. Единственный раз, когда у меня было предложение поработать за границей, это было по итогам 2012 года, чемпионат Европы на Украине, где мне предложили поработать паралет РК Украина. Но я даже не стал рассматривать такую возможность. Потому что это просто бессмысленно. Во-первых, в тот момент я был топ-менеджером российского телеканала спортивного. Во-вторых, давайте будем объективны, возможности с медиа в России и на Украине совершенно не сопоставимы. Очень разный по объему рынок. Очень разная, так сказать... Ну, короче говоря, я человек амбициозный. И меня это не прелестило. Побывать, поработать некоторое время с удовольствием всегда. Вот сейчас мы с одним украинским журналистом, кажется, договариваемся о футбольном таком стриме совместном. Вот. Может быть, договоримся, надеюсь, что договоримся с Артемом Франковым. Но я очень скучаю по Киеву. Но я думаю, что я бы не приехал сейчас, даже если была бы возможность. Потому что мне же хочется, чтобы это было похоже на то, что я видел когда-то. Мне же хочется приехать в город, где я был 8 лет назад. Очень многое изменилось. И не только из-за меня. Вот. Поэтому я не знаю, как с этим быть. Я никогда не рассматривал возможность отъезда из страны. А что, вы считаете, что что изменилось? Как вы себе представляете, какого рода это изменение? Ну, вы же давно не были в Киеве. Ну, я полагаю, что наверняка мне не раз бы сказали, что я представляю страну-агрессора. И мне бы особо нечего было это возразить. Просто я не очень понимаю, зачем со мной это обсуждать. Но я не должен понимать, что я в чужой стране. Я очень удивилась тому, что вы сказали. Потому что я не думаю, что вину за то, что случилось в 2014 году, кто-то бы возлагал лично на вас. А если вы опасались этого, мне, во-первых, было бы что ответить. Но это не важно. Просто я же говорю, что ощущение было бы другим. И у меня много знакомых, которые являются выходцами с Украины. Например, артисты театра «Квартет И». Их круг общения тоже немало одесситов и так далее. Я просто видел. Я не буду сейчас приводить примеры. Потому что это касается не только меня одного. Но я же видел, как это разлучает людей. Проводит между ними жесткий водораздел. Вот так вот безжалостная история по отношению к нам маленьким людям. Ничего себе ты не поделаешь. И потом, вы знаете, у меня очень сложное отношение к происходящим. Потому что я, с одной стороны, прекрасно понимаю, что я гражданин России. И если я чувствую свою причастность, допустим, к спортивным победам, к которым я физически не имею отношения. Или, там, я не знаю, чувствую большое удовольствие, читая Льва Толстого. Потому что это писатель на моем родном языке. И это грандиозное произведение искусства. Избегаю слова «гордость». Но, конечно же, что-то я по этому поводу чувствую. Но я не могу не чувствовать неловкость от того, что моя страна ледит в кучу международных пирогов. И часто занимается просто тем, чтобы вредить и гадить. Ну, в моем понимании. Это мера моего понимания. Я, может, дурак, не знаю. Но мне, по крайней мере, кто-то понятнее этого не объяснил. Субтитры сделал DimaTorzok